В эфире новости в студии Ксения Садова. Говорим о главных событиях к этому часу. Сегодня во Владимире состоялась отправка контрактников в зону специальной военной операции. Решение пойти на фронт приняли 27 бойцов. Мужчины приехали из разных районов области. Многие уже имеют опыт, срочные службы участвовали в боевых действиях в горячих точках. Решение стать участниками СВО они приняли, чтобы защитить интересы своей страны. Я национализм насмотрелся в Средней Азии, где родился, воспитывался. Насмотрелся везде. Я считаю, что президент наш правильно спецоперацию решил провести, чтобы освободить не просто наши территории, а просто русских людей. Я считаю, не просто своим долгом. Как мужик я просто думаю так, что мужик должен за свою семью, за своих детей. Перед отправкой на передовую контрактники пройдут обучение. Это нужно, чтобы освежить знания, полученные во время срочной службы, и познакомиться с новой военной техникой. Контрактников сегодня провожали родные и близкие. Со словами напутствия к военнослужащим обратились представители духовенства, областного военного комиссариата и правительства нашего региона. Мы видим ваши сосредоточенные лица, мы видим ваши серьезные глаза, мы вместе с вами прекрасно понимаем те задачи, которые стоят, и понимаем всю ту ответственность и серьезность этого шага. От себя лично, от правительства Владимирской области, от волонтерского штаба, от молодежи хочу пожелать вам, конечно же, удачи, быть верным тем заветам и тем правилам, той присяге, которую вы принесли. Ну и, конечно же, поддерживать друг друга, поддерживать своих земляков, поддерживать своих братьев, потому что задача очень сложная стоит перед вами. Правительство Владимирской области оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО. Каждому добровольцу из бюджета региона перечисляют 100 тысяч рублей. Как сообщила сегодня министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина, выплата производится в беззаявительном порядке. Деньги оперативно перечисляют на счета военнослужащих. Данные об участниках СВО предоставляет областной военкомат. Помогают соцслужбы и семьям добровольцев. На каждую создан социальный паспорт. В нем содержится информация обо всех членах семьи и в каком виде поддержки нуждаются родственники участника СВО. Адресную помощь оказывают в специально созданных центрах. Такие центры работают у нас по всей области, 22 их создано, где по принципу единого окна оказывается разноплановая помощь. С учетом нуждаемости сопровождают каждую семью социальные кураторы. 158 таких социальных работников, как их можно назвать, социальных кураторов, которые на постоянной связи с семьями. На сайте программы развития Владимирской области уже опубликовано 400 предложений от жителей области. Все они призваны улучшить качество жизни в регионе. Курирует этот важный общественный проект экспертный совет. В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялось первое заседание его участников. Программа развития Владимирской области должна определить главные цели работы власти на ближайшие годы. С инициативой создания такого документа выступил губернатор Александр Авдеев. Причем глава региона особо подчеркнул, что главными авторами программы развития должны стать сами жители области. Подробности далее. Во Владимирской области еще в апреле состоялась презентация сайта программы развития Владимирской области. Главная задача портала – собрать все предложения и инициативы от жителей региона по улучшению качества жизни. На сайте уже зарегистрировались более 90 тысяч пользователей. Есть куда расти, исходя из всего нашего региона, то есть потенциал просто большой. Есть у людей в любом случае какой-то момент инерции, недоверия. Вот сейчас, когда будут реализовываться те или иные проекты, я думаю, остальные сразу захотят подключиться и поучаствовать. У людей, когда они видят первый результат, у них просыпается вера в это, и они сразу подключаются, назовем так, к тому, что точно работает. На портале уже опубликованы 400 проектов. В них конкретные предложения жителей по улучшению качества жизни во Владимирской области. Среди самых популярных – благоустройство и создание комфортной среды в городах и сельской местности, строительство школ и ремонт дорог. В штабе общественной поддержки «Единой России» надеются, что новый интерактивный проект поможет органам власти всех уровней более эффективно помогать людям. Получили гарантии того, что вопросы, которые в свою очередь получат наибольший отклик среди населения, те инициативы, с которыми жители выступят, лягут в основу бюджета уже на следующий 2024 год. Поэтому, конечно, мы сейчас активно работаем с населением, активно выступаем с инициативами и в ближайшее время как раз приступим уже к непосредственной работе. Лидером голосования по реализации значимых социально-экономических проектов стало строительство набережной в Коврове. Жители считают, что она украсит историческую часть города и привлечет в Ковров туристов. На заседании экспертного совета было принято решение следующую встречу провести именно в городе Оружейников. Посмотрим набережную для того, чтобы понять, что мы сами, как специалисты, можем предложить для того, чтобы этот проект состоялся. Посмотреть, какие еще экспертные мнения нам нужны специалистов по строительству, по градостроительству, по дизайну, по архитектуре. Предложить свою идею или поддержать уже опубликованный проект на сайте программы развития Владимирской области может каждый житель региона. Алексей Дудин, Александра Маркина и Евгений Адамов. За полгода в полицию Владимирской области поступило порядка тысячи сообщений о пропаже людей. 19 человек до сих пор остаются в федеральном розыске. 90 заявлений подали родители. К счастью, все дети были найдены. Правоохранители отмечают, если пропал человек, нужно сразу идти в полицию и писать заявление. Ждать три дня не нужно, такого норматива нет. Если поиск начать сразу, вероятность найти человека составляет 90%. На второй день шансы падают почти в два раза. Сегодня на пресс-конференции советы дали и грибникам. Отправляясь в лес, они должны взять с собой компас, еду, воду и лекарства, если человек страдает хроническим заболеванием. И обязательно заряженный мобильный телефон. Часто сталкиваемся с историей, что пожилые, особенно люди, боятся взять телефон с собой в лес, чтобы не потерять. А постарайтесь объяснять пожилым родственникам, что ценность мобильного телефона ничто по сравнению с ценностью жизни. А благодаря мобильному телефону специалисты могут и сориентировать на местности, или сами сориентироваться, куда выезжать на поиск. Поиски будут существенно быстрее и проще. В ВУЗах Владимирской области продолжается приемная кампания. Абитуриенты могут направить заявление о поступлении в пять учебных заведений. Документы можно подать лично и онлайн. Как правильно это сделать и когда завершится прием на бюджет и платное обучение, подробнее расскажет Татьяна Гордеева. ЕГЭ и прощание со школой позади. Вчерашние выпускники готовятся к поступлению. Василий Костылев увлекается информатикой. Перед ним стоит нелегкий выбор – определиться с профессией и ВУЗом. Молодой человек изучает прогнозы проходных баллов в несколько технических университетов. Я собираюсь поступать на направления, связанные с математикой. Потому что я немножко посидел и подумал, кем я вообще хочу в этой жизни быть. И среди всех профессий, связанных с IT, мне больше всего привлекали профессии, связанные с искусственным интеллектом. А там очень-очень-очень много математики. Рассматриваем Москву, Петербург, Нижний Новгород. Во Владимире абитуриентов ждут в нескольких ВУЗах, в том числе в филиалах. Президентской академии РАНХИКС, финансового университета при правительстве России, а также новом филиале – Приволжского медуниверситета. В опорном ВУЗе региона ВЛГУ приемная кампания в разгаре. Абитуриентов много уже с утра. В этом году в учебном заведении 2348 бюджетных мест. И фотографироваться вы пойдете здесь или приложите фотографию на госуслугах? Здесь фотографируемся. По традиции спросом пользуются направления в сфере IT, машиностроения, педагогические специальности. Особенность этого года – повышенный интерес к истории. Изучать эту науку сейчас необходимо, уверены будущие студенты. Важно, чтобы не совершать ошибки предков. Я увлекался историей и выбрал, соответственно, историческое направление – музеология и охрана объектов культурного наследия. А также подал в ПИЭТ на историю английский, историю общества знания. Чтобы поступить в ВУЗ, документы можно подать в приемной комиссии или онлайн, в личном кабинете на сайте ВУЗа или на портале госуслуг. Необходимо заполнить заявление, а также прикрепить документы, сведения о достижениях и льготах. Подать заявку можно в пять ВУЗов до пяти направлений в каждой. Сведения обрабатывают в течение 48 часов. После этого абитуриент может найти свои данные в рейтинговых списках. Надо на сайте приемной комиссии найти рейтинговые списки, выбрать институт, в который подавали документы, соответствующие направления, и по номеру СНИЛСа себя там найти. Самый ответственный момент – выбрать один из пяти ВУЗов и подать в него оригинал документов. Сделать это надо льготникам до 12 часов 28 июля, а тем, кто поступает на общих основаниях – до 3 августа, тоже до полудня. Те, кто подают через суперсервис, они могут поставить галочку о том, что они предоставляют нам свой оригинал. А те, кто подавали документы лично, да, они приносят лично. Но здесь самое главное, чтобы не отвести сам оригинал в другой ВУЗ, а то получится двойное зачисление. То есть у нас они поставили галочку о том, что они нам свой оригинал оставили, а в другой ВУЗ увезли свой оригинал. При двойном зачислении по закону абитуриента должны исключить из списков в обоих ВУЗах. Поэтому в приемной комиссии советуют поступающим быть очень внимательными. У тех, кто не пройдет на бюджет, будет еще один шанс попасть в ВУЗ на платной основе. Подать документы можно до 19 августа. Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов. И к другим темам. Вальсы и марш эпохи начала 20 века. В поселке Муромцево Судогодского района возрождают традицию концертов духового оркестра в усадьбе графа Владимира Храповицкого. Для этого в парке уже построили сцену и беседку для отдыха. Очередной концерт пройдет в эту субботу и будет приурочен ко дню рождения основателя усадьбы. Помимо этого памятной дате посвятят и волонтерскую акцию. Всех желающих приглашают принять участие в уборке живописного парка. Сейчас сотрудники музея-заповедника приводят его в порядок своими силами. Очищают территорию от порослей и сухого кустарника. Площадь парка больше 26 гектаров. Значительную часть прогулочной зоны уже облагородили. Скатили траву и расчистили пешеходные дорожки. И 8 июля, это будет суббота, мы приглашаем всех желающих в усадьбу Морнцево приехать и нам помочь. Собрать древесный мусор, те остатки сухих деревьев, веток, которые еще остались в парке и мешают нам косить. Собрать сухую траву. Для этого у нас есть ручной инструмент. Мы напоим всех, кто будет работать чаем с румяными ароматными пирожками. А после работы у каждого будет возможность насладиться музыкой, послушать выступление оркестра духового здесь в парке. Во Владимире на улице Батурина рядом с центральным рынком открылась сезонная ярмарка. Здесь жители города могут купить овощи и фрукты. Сюда привозят продукцию из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья. Качество товаров проверяют специалисты. Подробности расскажем прямо сейчас. 100% уверенно, арбуз хороший. На Батуринской ярмарке несколько торговых палаток. Помимо традиционных томатов и огурцов, здесь можно купить арбуз или дыню. Сейчас их везут из Узбекистана. Балабей торгует уже много лет. Он отмечает, при выборе спелой ягоды лучше довериться продавцу. Если выращиваешь арбуз, значит выбрать тоже мешок. Не видно скрытые вещи. Никак не обознаешь никому. Некоторые говорят, крупные, лучшие. Нет, это нереально. Арбуз, если спелый, не имеет значения, крупный или мелкий. На прилавках все виды сезонных овощей и фруктов чаще всего их привозят из Краснодарского края, а также стран ближнего зарубежья – Узбекистана и Таджикистана. В качестве товаров покупатели могут не сомневаться. Его контролируют соответствующие инстанции. Проводит ярмарку муниципальное предприятие «Владимирский центральный рынок», который осуществляет взаимодействие с Роспотребнадзором, Росельхознадзором, Центром ветеринарии для обеспечения контроля качества реализуемой продукции на ярмарке. Организаторы уверяют, на ярмарке созданы все условия для комфортной работы продавцов. Не забыли и о покупателях. Например, прежде чем заплатить за арбуз, владимирцы могут узнать, насколько он спелый и сладкий. При покупке покупатель может попробовать его? Да. Кто умеет попробовать? Попробуйте вы сами тоже. Действительно очень вкусно. А при недовесии покупатель может обратиться в администрацию центрального рынка. Он всего в паре шагов от ярмарки. Организаторы отмечают ассортимент на прилавках шире, чем в розничных магазинах. Продукты только самые свежие. Радуют покупателей и цены на товар. Задача, чтобы горожане получали максимально качественную продукцию, максимально свежую. И самое главное, что она будет проверена санитарным контролем. Власти города отмечают, уличная торговля востребована у владимирцев. Особенно в летний осенний сезон. Поэтому главная задача мэрии – сделать продажу законной и безопасной. Для этого сотрудники полиции и представители администрации города регулярно выходят в рейды. Специалистами администрации города совместно с полицией регулярно проводятся выездные мероприятия по пресечению торговли в неустановленных органах местного самоуправления месте. При этом у торгующих отсутствуют документы на товар, отсутствуют документы на разрешение на право ведения предпринимательской деятельности. Всего с начала года в ходе проверок выявлено 88 подобных нарушений. Поэтому власти города призывают жителей покупать продукцию только в проверенных местах. Одно из таких – Батуринская ярмарка. Она работает ежедневно с 7 утра и до 19 часов вечера. Купить свежие овощи и фрукты жители города могут до 15 ноября. Ярмарка расположена на территории парковой зоны в районе дома номер 9 по улице Батурина. Ирина Начерова, Ксения Садова и Дмитрий Шаталов. Водоемы Камешковского, Петушинского, Ковровского, Гороховецкого и Визняковского районов выпустили молодняк Кряквы. Выпускаем мутят. 2023 год. Всего сотрудники госохотинспекции отправили в свободное плавание 1425 особей. Птенцы Кряквы очень быстро покинули коробки и начали осваивать новый дом. Они могут плавать уже через 12 часов после вылупления из яйца. Мама-утка обрабатывает пух специальным секретом, который не дает промокнуть малыша. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история или нужна помощь, звоните нам в редакцию по телефону 32 62 33. Я с вами не прощаюсь. Итоги дня подведем ровно в 19.00.